Добрый день, на РБКО УФА региональные новости в студии Маргарита Гафарова. На обустройство набережной в Уфе потратят почти 40 миллионов рублей. Работы выполнит компания «Дельта Урал». Ее в качестве исполнителя по итогам тендера определил генеральный подрядчик московская компания «Гидроремонт ВКК». Как следует из информации на сайте госзакупок, строительно-монтажные работы по укреплению берега Белый пройдут на участке от створа улицы Бельской до железнодорожного моста. Обустроят автодорогу по улице Набережной, установят скамейки, облицуют ступени, предусмотрено озеленение территории. Согласно контракту, объект должен быть сдан к 25 июня будущего года. В проекте договора также указаны лимиты финансирования на 2019 год – это почти 21 миллион рублей, и на будущий год – более 18,5 миллионов рублей. В Уфе коллекция ретроавтомобилей будет экспонироваться на территории Политехнического музея. Его строительство поддержали на инвестчасе в администрации города. С инициативой выступила компания легенды техники «Ретромир». Как рассказал нашему телеканалу ее руководитель Артур Насыров, в Политехническом музее площадью около 20 тысяч квадратных метров также будет располагаться Центр детского технического творчества, клубы детского и юношеского развития, развлекательный центр, а кроме того, производится обслуживание машин. Основой проекта станет коллекция ретроавтомобилей, собранная за последние 15 лет. Большая часть нашей коллекции будет представлена в данном комплексе, где каждый человек сможет оценить уникальность автомобилей, представленных со всего мира. Вы сможете увидеть такие автомашины, как МСД с 1942 года, который принадлежал главнокомандующему сухопутных войск Германии, также Паккарт, который был на службе у НКВД, ну и много других автомобилей. Всего на сегодняшний день коллекция насчитывает более 200 единиц ретро-техники и продолжает пополняться. Это легковые и военные машины, мотоциклы, самолет и даже один вертолет. В Башкортостане с нового года изменится размер ежемесячного пособия на содержание приемных детей и детей, переданных под опеку и попечительства. Сумма выплат увеличится на 4%. Как отметила инициатор законопроекта, первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения республики Ольга Кабанова, это поможет материально поддержать приемных и замещающих родителей. Так, например, если сейчас опекунам на содержание ребенка-сираты до трех лет ежемесячно выплачивают 6604 рубля, то с 1 января 2020 года сумма вырастет на 264 рубля. Патронатные воспитатели и приемные родители детей того же возраста будут получать на 374 рубля больше. Сумма вознаграждения составит 9748 рублей. Всего же на эти цели из республиканского бюджета в будущем году дополнительно выделят 68 миллионов 400 тысяч рублей. В Уфимском аэропорту появились тактильные мнемосхемы. Они установлены у входа в терминалы, сопровождаются шрифтом Брайля и помогают слепым и слабовидящим людям ориентироваться на территории аэровокзала. В пресс-службе рассказали, что в аэропорту этой осенью общественники провели мониторинг доступности среды для людей с ограниченными возможностями. Активисты оценили наличие спецтехники, а также пандусов, кнопки вызова персонала и возможность предоставления пассажирам инвалидных колясок. По итогам проверки решено. В аэропорту эта работа организована на должном уровне. В Башкортостане единственное в мире изображение двугорбого верблюда, бактериана из пещеры Шульганташ зарегистрировали как товарный знак. Эксклюзивным правообладателем стал местный историко-культурный заповедник. Об этом РБК ОФА сообщил директор музея Шульганташ Фаузиль Маликов. Изображение двугорбого верблюда планируется использовать на экспозициях и сувенирах заповедника, фотоснимках, одежде, медовой продукции, игрушках. Также товарный знак будет применяться при организации рекламной кампании, спортивных и культурно-просветительских проектов. Как рассказал Фаузиль Маликов, изображение бактериана ставит пещеру Шульганташ на один уровень с такими известными пещерами мира, как Лоско и Шаве. По оценкам экспертов, рисунку от 14 до 37 тысяч лет. В декабре 2017 года мы подали заявку на регистрацию товарного знака с изображением верблюда. В течение двух месяцев мы получили одобрение о регистрации, но в силу закона и гражданском кодексе мы этот сертификат ждали в течение двух лет. Напомню, историко-культурный комплекс Шульганташ строится в Бурзианском районе и откроет свои двери для посетителей летом 2021 года. Изображение двугорбого верблюда станет своеобразной фишкой заповедника. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.